А сейчас от слова, вы тоже хотите, простите, зам декана физического маниликета, хозяин, можно сказать, этого прекрасного комплекса, который нам помог в организации, да, конечно, который помог нам организовать вторую часть организации в 2040-м отеке, Михаил Германович Бахучко, доктор, двух наук физических, деловеских наук, организации физических наук. Михаил Германович Бахучко, я хочу всем сказать, что я, конечно, не экономист, мои экономические знания ограничиваются чтением капитала, происхожением семей, некоторых усописков, ну и все, то, что стало в советское время, как бы проходили, но я слежу за информацией, которая существует у нас в мире. Мне просто хотелось, я обращаюсь даже не к ученым мужам-экономистам, а к нашим студентам, чтобы, как бы, не то чтобы с опаской, а в некоторых суть вообще всего происходящего и в суть термина, которые вот используются там, сатровая экономика. Вы знаете, сейчас вот в новые образовательные стандарты из них исчезли слова знания и умения, появилось слово компетенция, которое я крайне не люблю. Четыре компетенции, никто не знает. Раньше мы вас учили, давали вам знания и учили вас, как можно что-то сделать. А сейчас мы предоставляем вам образовательные услуги. Вот, вы приходите, кто-то за вас платит или государство, или, соответственно, вы сами за вас платите, а мы с вами предоставляем вам образовательные услуги, вы от вас их требуете. А на самом деле мы должны вас учить, именно учить, а вы должны получать знания там и умения. Вот, вот что касается цифровой экономики, тут тоже идет подлинный понятий. Вот, цифровая экономика, ну я, так сказать, я вообще человек верующий, я считаю, что в основе всего лежит, так сказать, духовное начало. Духовное начало здесь, безусловно, отсутствует в цифровой экономике. Вот, если вы обратили внимание на процессы, которые происходили когда-то, очень давно, в 20-е годы прошлого столетия, в Англии, вот хочу вам сказать, что все, что происходит сегодня, и все, что будет происходить в будущем, идет из Англии, не из Америки. Англия ретует нам условия, так сказать, мировые, а отнюдь не Америка. Америка – это сырьевые предатели. Такое время в Англии разработана некоторая программа, такая серьезная программа, очень, которая сейчас оплатилась в жизни. Вот, заключалась она в том, чтобы люди по-другому оценивали ситуацию, связанную с семьей. И вы хорошо знаете, что сейчас появились и узаконились однополные браки. Вот эта программа началась в 20-е годы прошлого столетия. Понятно, для того, чтобы разрушить человека, для того, чтобы сделать управляемую, так сказать, массу, которая бы работала на какую-то определенную группу лиц, вот, значит, нужно обеспечить определенную, так сказать, определенную численность. Вот эта численность будет регулироваться в будущем вот именно такими схемами. Вот. Разрушение семьи – это самое главное, что пытаются добиться на сегодняшний день, ну, скажем так, там, мировое правительство. И цифровая экономика – это кусочек из того, из того большой программы, которая воплощается сейчас в жизни. Вот. Поэтому, вот, когда человек будет, опять же, остранен, от этого, от производства, его станет не нужен. А зачем нужно много людей, если люди, если машину строят дома, машину строят мосты, машину там делают все, вот. Человеческий. Да, человек ушел, его нет практически. Вот. Поэтому я вот хочу у вас, просто заранить вас эту мысль, вот, что какие-то существуют глобальные процессы. Понятно, что те люди, которые считают, что они руководят этим миром, конечно, не они им руководят, безусловно. Вот. Выководят совсем другие. Но они так считают, и они пытаются воплотить, значит, в жизнь, в свои, так сказать, вот эти вот идеи. А многое, многое из того, что они сделали, из того, не сделали, зависит от нас с вами, от нашей реакции, от нашего поведения, от нашей системы, так сказать, жизни и так далее. Ну, вот, собственно говоря, до сих пор, вот, Тамара Николаевна Юбина написала, в прошлом прощение, Тамара Николаевна стала книжку «Новый домострой». Да, «Новый домострой». Вот, почитайте эту книгу, да. Там очень много полезной информации о том, какая должна быть семья, о которой она должна работать, какие должны быть отношения, ну и так далее. Спасибо за внимание.